Их роль в экономике региона переоценить сложно. Вместе с ведущими отраслями промышленности, тульский малый и средний бизнес, ее основа. Поэтому поддержке этого сектора нужно уделять самое пристальное внимание, так считает Алексей Дюмин. С этого начинает встречу с ведущими тульскими предпринимателями и сразу обозначает главные принципы политики власти в отношении малого и среднего бизнеса. Их три. Уменьшение барьеров, расширение возможностей и обеспечение гарантированных и стабильных правил ведения бизнеса. Дальше начинается диалог с участниками встречи. Слово берет Владимир Кузнецов. Бизнесмен с 25-летним стажем говорит о тяжелом налоговом бремени. Будут ли льготы? Они уже есть, отвечает Алексей Дюмин. Подробно о налоговых преференциях рассказывает министр экономического развития области. Григорий Лаврухин отмечает, в регионе созданы уникальные условия для начинающих бизнесменов. Наиболее интересные льготы связаны с предоставлением преференции по налогу на имущество для торгово-офисных помещений. Буквально вчера, после внесения соответствующего законопроекта Алексея Геннадьевича в областную думу, соответствующий закон был Тульской областной думой принят. С 1 января 2017 года налоговый высший составляет 500 квадратных метров. По нашим оценкам, при подготовке данного законопроекта смогут воспользоваться данной льготой до 25% всех торгово-офисных площадей на территории Тульской области, которые сегодня у нас в реестре. Доступные кредиты – еще один вопрос, который поднимают участники встречи. Предприниматели отмечают, есть интересные и перспективные проекты, но не у всех есть свободные деньги для их реализации. Алексей Дюймин уточняет, механизмы получения относительно дешевых кредитов в области есть. Так, тульские предприниматели могут рассчитывать на получение микрозаймов до 3 миллионов рублей по льготной ставке в 9,5% годовых. Если нужны более серьезные вложения, можно воспользоваться помощью Федеральной корпорации развития малого и среднего бизнеса. Соглашение о сотрудничестве с ней в марте этого года Тульская область заключила одной из первых в стране. Это льготное кредитование от 50 миллионов рублей до 1 миллиарда. Такие проекты под 10% для среднего бизнеса и 11% для малого бизнеса. Поддержка аграриев. Чем область готова помочь тульским фермерам? И возможно ли увеличение объемов этой поддержки? Вопрос главе региона задает Алексей Меденцев, руководитель сельхозпредприятия в Кирейском районе. Меры поддержки есть. Например, гранты начинающим фермерам. Ежегодно их получают порядка 30 аграриев. По гектарной поддержке еще один вид финансовой помощи. Первый транш фермера получили в марте. Новые формы поддержки. Мы, во-первых, расширяем перечень оборудования для молочных ферм. Это будут и доильные роботы, это будет и оборудование для приемки молока. Мы постараемся закрыть проблематику, связанную с отсутствием убойных пунктов. Соответственно, мест для убоя скота. Кроме этого, у нас все больше фермеров стремится производить сыры. Поэтому, отзываясь на это, мы будем субсидировать, в том числе, и приобретение оборудования для производства сыров. Административное давление и крупные штрафы. Вот то, что может разрушить даже самое большое желание построить свой бизнес, говорят предприниматели. И добавляют, они не успевают следить за изменениями в законодательстве. Это, как правило, выливается в крупные штрафы. В десятки и даже сотни тысяч рублей. Алексей Дюмин отвечает словами президента России. Не позволим кошмарить бизнес. Административное давление будем снижать, это я вам обещаю. Кроме того, на сегодняшней встрече и присутствует, и ведет Александр Юрьевич Головин, уполномоченный по защите прав предпринимателя. В случае какого-то административного давления на вас, вы можете привлекать его с коллегами. Их привлекать надо не бояться, не стесняться, а наоборот, побольше и эффективнее их использовать в таких мероприятиях. И те контролирующие органы, которые выполняют те или иные функции свои, сразу же себя ведут по-другому. Такой диалог с предпринимателями области первый, но не последний, говорит глава региона, завершая встречу. И дает поручение профильным министерствам и ведомствам. Первое – проанализировать практику применения налоговых льгот для малого и среднего бизнеса. Второе – подготовить поправки в закон об административных правонарушениях, чтобы там появилась такая мера наказания, как предупреждение. Ведь главная помощь бизнесу не в раздаче денег, а в создании условий для работы. На это и будет ориентироваться политика области в отношении малого и среднего бизнеса. Екатерина Старцева, Руслан Кравченко, Первый Тульский.